Всем привет и здравствуйте! Меня зовут Марина, я по-прежнему рада, что вы со мной, что заходите ко мне в гости, мне очень приятно. Вот почти уже пролетело очень быстро лето, я надеюсь оно было у вас веселым, значимым, вы воплотили планы, которые хотели, побывали где хотели. Если нет, не отчаивайтесь, как я, например. Я этим летом вот так сложилась, пока нигде не была и, возможно, еще и вряд ли где-то буду. Просто так вот складываются обстоятельства, что с отпуском такая вот заминка. Хочется вам рассказать немножко быстро маленькую историю о своей пропаже. Вот с весны мой сын пошел сдавать на права, хочется об этом немножко рассказать. И я взялась помочь как инструктор, вот мы с ним ездили, и вы знаете, вот с начала весны, и вот сейчас он уже две недели как с правами, он сдал. И вот мы ездили, мы тренировались, знаете, такое занимательное, знаете, такая занимательная история. Вот интересно у вас спросить, кто ездил со своими детьми, кто обучал, кто помогал. Это такой большой труд, но, знаете, вот как я подметила, это очень сближает. Это эмоционально очень непросто, а страшно, потому что у меня же не инструкторская машина, и у меня нету ни педалей, ничего. И вот эти первые уроки, это такой эмоциональный стресс, такая встряска, когда ты, в принципе, ни за что не отвечаешь. Конечно, мы начинали с площадок по вечерам, и потом уже, конечно, надо выезжать и на дороге, и учиться. И, в общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот у нас заняло это почти три месяца. И на сегодняшний день у нас есть права. Я задумалась, вы знаете, я сыну говорю, что я думаю, мне кажется, это мое призвание, ну вот инструктором быть. Это очень интересно на самом деле. Он помолчал, говорит, ты знаешь, вам, мне кажется, я просто идеальный ученик. Вот, ну, не знаю, расскажите, было бы очень интересно, напишите в комментариях, кто проходил этот момент, потому что я знаю, многие просто, ну, никак, никак. В общем, такая маленькая ремарча. Я возвращаюсь, я хочу говорить, потому что все это время я читала, я смотрела, я покупала, я тестировала. И, конечно, это, ну, как бы немножко сейчас прошло мимо меня, но хочется, хочется вам рассказывать. И, как вы из видео поняли сегодня, будем начинать. Гайданс, это Амуажи, это Гайданс и Лайн Эйдж. Я не буду сейчас вдаваться, как все, правильно или нет, но тоже, опять же, на интерес спросить, да, я слышала, что многие говорят Гуидэнс, Гиданс. Но все-таки правильно Гайданс, я посмотрела и произношение послушала Гайданс, да, ну, я, мне во всяком случае, как-то так приятнее говорить и думать, что это правильно. Все, с этим все. Давайте начинать. Амуаж Гайданс. Я его протестировала и, знаете, совершенно соглашусь с теми, кто говорит, что это другой Амуаж, это другая история Амуаж. Она неплохая, но она другая. Так скажем, вся моя коллекция, это старые ароматы, глубокие, сложные, некоторые, ну, откровенно говоря, неносибельные, так скажем. Их вот так вот не попшикаешься и не пойдешь. Во-первых, и пшикаться здесь даже неуместно, это просто одно нанесение или в облако, потому что они такие плотные. Поэтому, да, это другая история, во всяком случае, для меня, конечно, это мое мнение, мое впечатление, я об этом буду говорить. Вот послушала, нанесла, что вам хочу сказать, это настолько стойко, что блотер у меня пах, ну, очень долго, наверное, месяц. Я открывала сумку, вот это каждое открытие сумочки, и этот аромат, он просто, он хранился там очень долго. Вот, на себе также это, ну, несмываемо, не знаю, сколько моек, он просто вылазит из-под других парфюмов и, ну, напоминает о себе. То есть, это 2-3 мойки на моей коже, и это при всем, при том, один пшик, ребят, вот один пшик, и он надолго, он бесконечен. Что я слышу в этом аромате? По видео, по отзывам, все пишут, что они слышат замечательную грушу, там, шафра на орешке. То есть, как-то так вычленяют эти ноты. Для меня в этом аромате я вам не могу сказать про ноты. Это, я даже вот у себя на страничке, на фейсбуке написала, когда я получила, наконец-то, свой остаток во флаконе, потому что, да, сейчас, опять же, хочется сказать, что это безумно дорого. Целый флакон купить, ну, у меня не представляется возможным. И, конечно, я охотилась за остаточком во флаконе, там, в очереди была во всех распивочных. Вот, получила свои 15 мл в остаточке. Вот они стоят у меня, вы их видите. Я радовалась, как ребенок. Это, я скажу, почему. Это аромат, я говорила, например, в прошлом видео, это аромат времени. Парфюмеры сейчас уже берут такие эти ноты синтетические, которые, не знаю, бесконечны. Что это за ноты? Это, ну, мы, я не парфюмер, во всяком случае, я не буду об этом говорить. Вот, но они, они по-другому звучат, да. Какие-то хуже, какие-то лучше. Но вот сейчас вот такие ароматы, как Гайденс, Тиле, Талисман, я слышу почти на каждом втором. Это какие-то бестселлеры, да. Все так хотят этим пахнуть. И вот сейчас, когда я имею свой этот остаток, я честно вам скажу, что наносила, ну, может быть, раза три. Да, там, вот я на корпоратив ездила была в нем. При покупке, конечно, нанесла. И еще, может быть, на один выход. Но потому что он не смываемый, я понимаю, что мне придется потом еще он будет из-под другого аромата выходить. Это, ну, как бы не хочется. Все. Так много говорю, потому что хочется вам рассказать, что, ну, поделиться. Может, кому-то будет важно ноты. Так, по нотам у нас тут груши, лесной орех, алибанум, асмантус, роза, шафран, самбак, сандал, ваниль, акигалавуд, серый амбра и лабданум. Акигалавуд. Вот, наверное, это вот эти вот ноты сейчас такие и минеральные, и вот этот акигалавуд. Какие-то, наверное, они, наверное, вот ключевые. Не знаю. Так вот, многие слышат отчетливо орехи, груши, асмантус. Я вам ничего такого сказать не могу. Я не могу, я не могу вот выделить. Давайте посмотрим на этот прекрасный флакончик. Он такого цвета интересный. Все об этом говорят. Всем он нравится. Действительно цвет такой, для меня нюдово такой нежный, скажем. Классный, классный аромат. Мне очень нравится. Я очень рада, что он у меня есть. Для меня, для меня этот аромат про фрукты. Пускай это будут фрукты. Цветов я здесь никаких не слышу. Ни розу, ни шафрана. Мне трудно. Я скорее слышу смолистость, да, талибанума. Это сладость фруктов. Может быть, их даже больше, чем груша. Здесь кто же нам расскажет. Вот. Асмантус аспекты. Но в общем целом, это для меня такое фруктовое пюре. Свежее. Там, скажу, что там преобладает груша. И она такая душистая, сочная, свежая, сладкая. И все остальные ноты, это все вокруг этого. Смолистость, как вот алибанум и сандал. Вот они добавляют вот этой пикантности такой для меня. Цепкости, так скажем. И этот запах, сложно его приписать к какой-то ноте. Не могу. Но все равно из-за сладости, из-за сочности, из-за такой фруктовости и нежности, я скажу вам про грушу. И я сама так думаю. Все вокруг нее. Но все-таки это что-то, это все вот такое смешанное и такое. Сам аромат для меня, как облако такое. Сладкое, воздушное. Вот такого цвета, как этот флакон. И он бесконечен. И это просто потрясающе. Потому что мы часто говорим, что мы хотим, чтобы пахло долго, стойко. Вот, вот этот аромат про это. Вот тут не дать, не взять. Вот покупайте один пшик. Это на дня два-три. И, а если два, ну, знаете, как я нанесла на работе, сразу же моя одна коллега сказала, что это очень-очень плотно. И ей душно. Она опять погибает. Вот, а другая коллега сказала, ой, а я вот в автобусе езжу, каждое утро заходит девушка, она этим пахнет. И говорит, как только она заходит, в автобусе пахнет все. А я спросила, тебе нравится? Она говорит, да, это хороший запах. Вот сейчас на тебе. Говорит, но его ни с чем не перепутаешь. Так что, да, он узнаваем. И я слышу его на многих. Вот такое мое впечатление. Это хороший классный аромат времени. Очень стойкий, дорогой. Если кто-то мечтает, копите, конечно, деньги. Потому что сейчас мы поговорим о клонах, похожих ароматах. Потому что, когда так дорого, всегда хочется найти побюджетнее историю. И, как правило, во многих случаях есть замена дорогим нашим товарищам. Есть похожие. Кто-то даже выбирает из более бюджетного аромата, подходящий себе. Так вот, конечно, я провела поиски свои. Когда искала и ждала свой остаточек во флаконе, первое, что я попробовала, более охрая от Ивроше. Я пошла протестировала. И, знаете, так, первый вдох, и да, что-то такое проскочило. Но там нот-то не так и много. Он заявлен как пудровый, древесный и теплый пряный аромат. И я нанесла на себя, и хожу-хожу, и как будто бы, вот, уговариваю себя, что это похоже. Я купила все-таки небольшой флакон этого аромата. Он доступен, это не так сложно. И, вы знаете, стала носить на себе. И что по итогу? Я слышу сандал, очень много сандала. И этот сандал ушел у меня в огуречность, в этот рассол. И, ну, это не очень интересно, не очень вкусно. И пахнет он одинаково. Вот эта охра, она... О, хороший аромат, да. Но, наверное, на кого сядет. И вот такая история. Это первое. Второе, с чем я сравнила потом уже чуть позже, буквально там через месяц, может быть, полтора, попадается мне. Это аромат Moncler Sunrise Parfum. Как будто бы из ниоткуда появился. И в сравнениях стали отмечать, что он похож на Cadence. Конечно же, нужно идти пробовать. Заявлен как древесный, свежий, цветочный, фруктовый. И нотки у него из общих это груша. И, в общем-то, и все. Вот груша. Но почему-то, может быть, из-за сандала, амбра, опять же, кедра. Вот эта кедровость, она дает какую-то вот ноту, может быть, к орешкам приближенную. И вот в сравнениях люди отметили. Я пошла протестировать. Знаете, у нас только в Стокмане была представлена эта марка. Я нанесла. И первое, я сразу же поняла, что вообще нет. Это вообще далеко. Где-то там уже, уходя с кожи, этот аромат, какой-то тоненький флёр вот этой сладости, вот этой воздушности, вот этой груши, да, он оставляет. Но вот и все. И в разы разбавлены. В разы. Ну, вот просто отдаленно. Ну, я думаю, те, кто ищет похуже, это, ну, никак не устроит. Меня точно не устроило. Хотя еще был такой момент, когда попробовать негде было. Но можно было заказать на сайте. Ну, цена такая себе, по-моему, за 60 миллилитров, что-то около 70 евро. Думаю, ну, вот там 300 евро за гайденс или 60, да. Но все-таки думаю, нет, вот какой-то внутренний голос меня так осадил, говорит, ну, подожди, подожди, сейчас появится. Действительно он появился. И как хорошо, что я его не купила, потому что это, ну, точно нет, вообще никак. Ну, и теперь вот на десерт, на самые такой хорошие нотки про гайденс хочется сказать, что все-таки есть, есть альтернатива тем, кто ждет, к тем, кто ищет или копит, да. Альтернатива, так скажем, самая похожая на сегодняшний день для меня, я протестировала этот аромат, я вам скажу больше, я его купила. Это, это Zara. Уж насколько я к этому всему отношусь так, что, ну, только вот во мне такой азарт сравнения, азарт сравнения. Вот, и я все-таки вот пошла, это было буквально вчера, и зашла я в Zara, походила, посмотрела, и мне попалось. Это 30 миллилитров флакончик, ну, только зато удобно носить сумочку. Я вот, я сразу пришла, там, где парфюмы стоят, я сразу взяла, нанесла, и, вы знаете, из всех предыдущих моих сравнений, это было точно, да, сразу, молниеносно, насколько уж он похож, действительно, в этом настроении, в этом ключе. И ноты здесь какие, здесь очень много ключевых нот, которые есть и в Guidance, это груша, османтус, алибанум и шафран. И плюс ко всему здесь персик, все, это все ноты, здесь даже нет ванили, здесь нету всех остальных цветов. Ну, в общем, ну, как же он звучит? Что я вам хочу сказать? Если Guidance, звучание здесь пронзительное, острее, все это выкручено на такую, на стойкость, так скажем, на яркость, на такой вот, вы подушились, оросились, как хотите, нанесли на себя, и все, вот оно, этот кокон, и он только нарастает, такое ощущение. Здесь, здесь вы также оросились, вы пахнете максимально похоже, очень похоже, ну, для меня, опять же, давайте так, а то сейчас начнут, что это не так, да, носы у всех разные. Для меня, в моих сравнениях, в моем интересе, это очень похоже, это первое. Второе, это бюджетно, это хорошо в плане характеристик, да, он держится, это, я вам сейчас даже точные цифры скажу, что я нанесла на себя где-то часа в три дня, пришла домой, я его купила, мы пообедали, мы пошли в кино, и уже придя домой где-то часов восемь мы погуляли, само кино, то есть, грубо говоря, четыре-пять часов вот этот, я его слышала о себе, причем я нанесла-то всего на руку, вот сюда, потому что я была в другом аромате, другой я свой уже не слышала, этот аромат слышала, очень похоже, очень хорошо, более, тоже фруктовое пюре для меня, та же сочная груша, сладость вот эта такая красивая, но она, этот аромат от Зары, Амбер Стеллар, он, вот он, наверное, сделан как раз-таки, как обычно, как в нашем понимании, вот он уходит, он уходит, и он не навязчив, правда, утром я проснулась, я еще слышала немножко от себя, и это было приятно, то есть, он очень стойк тоже, как бы, ну, уж для Зары, наверное, нельзя критиковать за это, по стойкости, то есть, можно сказать, что этот аромат очень хорош, очень хорош за свои деньги, я не знаю, кстати, про деньги говорить или нет, но 30 миллилитров стоит 12 евро, ребят, вы только вдумайтесь, 12 евро, и вы можете уже наслаждаться этим веянием, этим ароматом, этим же настроением, что и Гайденс, в общем, это не призыв к замене вот такого прекрасного аромата, это призыв, хотя бы зайдите и попробуйте, можете сделать параллельный затест, как я это делала, я вам так скажу и повторюсь, что Гайденс это остро, тонко, много, красиво, навечно, здесь то же самое, только более сглаженно, мягко, красиво, но настроение вы получите одно и то же, но я надеюсь на это, попробуйте, попробуйте, здесь все, теперь, теперь от такой эмоции, да, хочу с вами поделиться, Лайн Эйдж, тоже Амуаж, вот эти две такие значимые новинки, так скажем, я этот аромат, ну, давайте посмотрим, такой же прекрасный флакончик, с таким прекрасным камушком, я вообще люблю такой цвет, очень нравится, очень красиво, я когда его попробовала, впервые, вот были представлены эти новинки, и я вам так скажу, что я про этот аромат подумала, что я точно его себе хочу, хотя он опять же не в разряде таких ароматов, которые вот каждый день ты будешь носить, нет, это аромат, ну, не методивный, как там многие пишут по отзывам, я видела и ролики, а для меня он, он очень спокойный такой, и когда у вас такое настроение, вот вы пошли погулять, или вы пошли в кафе с подругой, да, давайте тогда с дозировки, очень чуть-чуть, вот один пшик, я не могу сказать, что он прямо вечный, как первый, но он достаточно стоек, и хочется сказать, что когда я его нанесла, и проходила с ним какое-то время, я подумала, так, это, стоп, это чей-то брат или сестра, что-то, что-то, и в общем, знаете, что я связала Амуаж Онор и вот этот аромат, что-то мне дает, хотя по нотам, давайте теперь к нотам, здесь имбирь, сычуанский перец, перуанский перец, шафран, алибанум, мира, еще раз алибанум и мира, то есть и в базе, и в средних нотах одинаковые ноты, лабданум, бензоин, ветивер, пачули. Насколько здесь много в начале вот этой вот смолистости, миры, да, тоже хочется согласиться, кто говорит про церковь. Ну, церковь громко, но да, это, знаете, такая, не знаю, хочется сказать, это такая хорошая проветренная церковь, там зажгли вот эти все свечи, проветрили, и вот с воздухом вот эта такая древесность, и вот эта вот мира, вот эта такая какая-то, есть такая нотка, знаете, церковная, но она, не могу, хочется держать, вот как. И, знаете, она длится довольно-таки долго, присутствует вот эта вот мира, она не уходит никуда очень долго. Что касается имбирь, перчики, эти они все тоже есть, и вот отсюда, наверное, многие чувствуют вот эту тяжеловатость, такую тяжесть, вот эту церковность и древесину, да, это есть. Но по итогу, по итогу, вы знаете, когда это все уже практически сходит, я слышу отголоски Онора, не знаю почему. Вот скажите вы, что чувствуете вы в этом аромате, носите ли вы его, потому что я его наношу очень редко, он у меня появился первым, и я его, конечно же, наносила, и когда вот наносишь на себя этот аромат, какие-то мысли такие, знаете, как-то так спокойно становятся, и хочется про что-то хорошее подумать или сделать, я не знаю, вот такое настроение он дарит, или какие-то воспоминания такие хорошие. Вот, а в конце уже он становится легче для меня, и очень-очень почему-то похож на Онора. В общем, это для меня такие два рядышком аромата, этот посложнее, тот тоже не менее, так скажем, простой, но он более понятный, он такой женственный для меня. Этот аромат нравится, ну, не из разряда тех, что на каждый день. Хорош эти оба аромата, мне понравились, не знаю, конечно, про первый, да, там у меня больше было всяких движений с этим, да, он просто для меня такой очень спокойный аромат. Я думаю, что я его буду носить, наверное, по осени больше. Вот сейчас летом я его не носила, если гайденс я одеваю, сейчас вот буду еще и зару носить, потому что мне понравилось. поделитесь своими впечатлениями от этих ароматов, приобретете вы их себе, какой из этих больше вам понравился, как прошло ваше лето. Спасибо, что вы ко мне заходите, мне очень приятно, что вы по-прежнему со мной. Буду стараться чаще записывать, потому что вот сейчас я уже как будто бы свободна, вот, и есть что сказать. Увидимся.